какие-то непонятные люди ходят и собирают деньги и выплатили друзья не ведитесь на эту ерунду это мошенники нет возможности нет сил с собой забрать этот мусор у меня честно говоря руки трясутся приветствую друзья вы на youtube канале все для клёво мы уже разложились и уже начали ловить тарань вот такая красавица ловится у нас сегодня на нестре сегодня воскресенье нечего лежать на диване с утра можно приехать на днестр половить мы сильно сорок третьем километре тут рядышком недалеко мост там на сорок втором километре мост а тут такая коряжка спасибо николаю николай привет дал мне кусочек берега буквально это два метра чтобы разложить два удилища вот и у нас сегодня все получится ловлю не на небольшой дистанции два фидерных удилища вот сегодня небольшой ветерок прикормку я уже намешал немножко грязновато здесь конечно с точки зрения того что мокро слякотно но и самой грязи достаточно бутылки валяются пластиковые пакеты конечно это не здорово будут вырыта какая-то яма уже сделано такая мусор разборища смотрите это это то что рыбакам который приводит сюда вот это все нет возможности нет сил с собой забрать этот мусор и вот так вот они эту хоронят на берегу днестра хотя нет рассказа что тут ходят какие-то ребята собирать 50 гривен на вывоз мусора вот даже тут порыли какую-то каналу типа граница вы поняли да что с той стороны вроде как 50 гривен а с этой стороны типа бесплатно меня зовут александр петр петр очень приятно готов я ваш подписчик о классно классно супер да советую кто не подписался подписывайтесь много всякой информации полезного и я вам скажу много разных вещей которые можно поучиться петр я смотрю вы на два удилища ловите да то есть как порядочный рыбак не по восемь не по десять удилищ так есть то есть воспитаны на канале все для клево я правильно понимаю конечно конечно друзья и вам советую то же самое вот два удилища это это называется отдых понимаете а 8 удилищ это уже работа понимать это уже добывание пищи и добывание там рыбы я не знаю нужно сегодня воскресенье завтра начинается рабочая неделя нужно же отдохнуть правильно приехать и получить удовольствие да скажите пожалуйста это правда что тут за этим рвом типа какая-то такая акватория на которой берут деньги да есть такое слышал неоднократно ребята рассказывали что подходит человек который рассказывает о том что раз в неделю приезжает машина они убирают здесь территорию и соответственно происходит вылаз мусора но я этого ни разу не видел поэтому сказать ничего не могу сегодня пока нет были одни которые подходили да и выплатили было пару раз друзья что я хочу сказать по этому поводу значит не ведитесь на это мошенничество не ведитесь если вы вы кто-нибудь из вас ловящих здесь 43 километра 3 километра да если вы тут когда-нибудь ловили нас вот этим пожалуйста сделайте фотографию той машины которая сюда приезжает убирать мусор мне просто интересно действительно ли это есть потому что я вижу вот мусор валяется он какие-то пластиковые бутылки диски до пластиковые пакеты то есть сказать о том что здесь что-то убирается я бы не сказал кучу пакетов прикормок может здесь давно что-то кто-то не убирал смотрите но как я думаю что это все-таки мошенники якина ну посмотрим может они сюда подойдут или я к ним подойдут посмотрим с этим нужно разбираться потому что это не нормально когда на реке на собаке свободы доступ есть зона любительской ловли какие-то непонятные люди ходят и собирают деньги на непонятный мусор если они хотят повернуть мусор пожалуйста пусть присоединяется к нашему вебер сообществу все для клёва днестр мы проводим регулярно субботники абсолютно бесплатно на наши же деньги и ни у кого ничего не требуем поэтому пожалуйста присоединяйтесь и то же самое делайте а то заходить по 50 гривен человека нормально ну это вообще какой-то кошмар не ведитесь на эту ерунду если к вам подходят друзья если к вам петр подойдут открывайте видео телефон включайте и говорите ему я сейчас звоню в полицию и будем статью да и статью мошенничество статью мошенничество никто не отменял понимаете то же самое на днестре на глубоком трончике там тоже я знаю есть такие случаи которые подъезжают на лодках и типа там по 250 гривен давайте платите деньги друзья не ведитесь на эту ерунду это мошенники снимать их на видео они этого больше всего боятся вот и выкладывайте в интернет чтобы все видели их в лицо кто такие пусть ими занимается полиция вообще те органы которые которые должны это детям заниматься друзья видите меня уже на реке угощает вот как тут можно не поправиться вот скажите мне пожалуйста называется каварма каварма да это это баранина да это баранина боже мой попробуем вкуснятина да я думаю кушать с хлебом да но желательно но я уже два года не ем хлеб я в курсе так как было просмотрено не одно видео вам вами указано что вы хлеб не едите на знать почему потому что дрожжи очень-очень вредны для здоровья человека хотя говорится о том что когда готовится хлеб все эти дрожжи они бактерии погибают но вы знаете лучше самому что-то испечь без дрожжей какие-то блинчики какие-то там лаваш вот такие вещи но но не хлеб она закисляется но в организме непонятно что происходит плюс лишние углеводы они вообще не нужны а белок конечно мясо супер это нужно кушать это нужно да да это энергия это сила это белок да это рост мышц это можно есть такое которое дело сделано своим собственными руками вашим отцом это нужно кушать это правильно я даже сегодня кусочек возьму да пожалуйста ради бога отцу большой привет спасибо большое ему дай бог ему здоровья спасибо друзья клюет червяк ну правда я использую очень мелкий крючочек и червя одеваю вот так два раза его через крючок продеваю накалываю и отрываю лишь может сюда посадить опарыша чтоб не слазил не сбивался червячок это будет примерно вот так опаньки вот такая красота попробуем поймать леща клюет в принципе примерно раз это в минуту в полторы вот раньше к небольшая такая таранечка хочу сказать что крючок у меня стоит именно на нее 12 номера то есть все заточено под тарань под лещико такого сейчас конечно карпа поймать практически нереально поэтому удовольствием ся тем что есть и получаем наслаждение и удовольствие отработан на одно удилище вы поняли да то есть не нужно стоять по 8 удилищ ставить берешь одно удилище и спокойненько ловишь заодно прикармливаешь девушка дистра рыба клюет в лед и когда говорят вам что нет клёво это неправда просто народ привыкла вид на крупный крючок думаю что тут можно помыть карпа или тарань то же самое на тот же самый крючок ну как же у меня же ловилась летом так наверное так оно и должно дальше ловиться они нужно друзья немножко утончаться соседи тоже ловят принципе тоже нормально у них получается он на четыре удилища каждый то молодцы ребята тоже не нарушают скажем так количество удилищ это приятно что наши рыбаки становятся адекватными культурными вот друзья пучок червя попробуем поймать на него может что-то покрупнее это у меня патерностер без кормушки чисто грузила поводок и пучок червя пока продолжаем ловить с упорством тарань что-то как-то сегодня опарыш не сильно а вот червячок под подкрепленный опарышем работает нормально такая таранечка это совсем мелкая поэтому и и что правильно опускаем поле покажешь нашу ловишь на параша до на сегодняшний день хорошо опарыш но между 4 лучше клюет ну есть такая беда можно и червя в общем то не вопрос это же покажи снасть пожалуйста что там тяжественная фидерная фидерная с кормушкой с отводом таким пластиковым да и 2 . да бывает что таранька идет в пол воды берет на 2 крючок понятно в качестве или по на шнур выжить ружда до шнур а что за прикормка 3 крыльда запахом крыльда понял хорошо добро друзья ну вот среди какой лишь чарик классный ветер это же бомба так классно клюнул такая яркая поклевка была на наш пучок червя вы видите у меня честно говоря руки трясутся от того что так он классно клюнул я вообще думал что это карп вот но на пучок червя друзья у нас тарань очередная тарань я скажу что ловится практически как из пулемет чтобы понимали каждые 15 секунд поклёпка он не на небольшая но и это самый главный секрет это вот такой маленький крючочек смотрите маленькие желтенький крючочек 12 номера и поводок тоже 0 12 будем с вами ловить на бутерброде кусочек червя и опарыша будем с вами вместе считать до 15 после заброса сейчас упадет считаем вместе 1 2 3 4 5 6 7 8 и 10 11 12 13 клюю же 14 что что Офигеть. Не на пятнадцатой секунде, друзья, а на двадцатой, но обычно на пятнадцатой. В этот раз что-то передержи. Давай еще раз попробуем. Что ты хочешь еще раз попробовать, чтобы было пятнадцать? Да. А если будет десять? Давай. Десять, да? Да. Ну ладно. После заброса начинаем считать, да? Да. Да. Машенька, ты считаешь, да? Да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, двадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять! Покрёвка и покрёвка. На двадцать пятый. Покрёвка и покрёвка. На двадцать пятый. На двадцать пятый, да? Угу. Ну, еще больше. Да. Ну, примерно так. Хотя были, конечно, и не на пятнадцать. Попробуем сейчас на опарыш. Чисто на опарыша, без червя. У меня уже рука замерзла. Ну, так никто не говорил, что будет легко. У меня вообще руки мокрые, ничего. Кошмар. Что, кошмар? Телефон с червями, это надо увидеть. Ну, давай. Только у меня за капюшон. Всё, давай читай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А, всё? Ну, что что? А, а как-то. Не, он есть. Да, я его вытащил. Кхе-хе-хе. Где меня вперед. Приближе к нему против. Уху! Ну, эта ранечка хорошая такая, видите? Да, такая. На опарыша Жирненькая. На червя на 22-й, на 25-й, а на парыша на 6-й секунде клюет. То есть, друзья, если хотите получить драйв от поклевок ярких и не обязательно, чтобы поймать карпа, то, в принципе, вот такой вариант очень достойный, смотрите. Классная таряночка, хорошо клюет. Друзья, у нас появилось солнышко. Какое счастье на рыбалке, когда солнце. Это потому, что приехала моя Дося. У нас уже таранье уже достаточное количество. У нас тут зона любительской ловли. Тут разрешено ловить 5 килограмм, чтобы вы понимали. Не 3, как на зоне общего пользования, а в зоне любительской ловли 5 килограмм. Поэтому нам этого вполне достаточно. Честно говоря, мне даже эта тарань не нужна. Маша, вы возьмете тарань? Конечно. Да? Да. А где-то все такие ботфорды? Ботфорды? Где-где? В магазине клево.ком.ей. Где? Что-то не знаешь где? Ботфорды. Как и все остальное. Как этот садок, как это удилище, как этот ящик, как этот стул. Сказано на правах рекламы. Друзья, я вам говорил, что мне некогда даже худеть, понимаешь ли. Постоянно угощает. Увидит дымящийся шашлык, друзья. В лаваше. Подписчики. Родная дочь подписчик канала «Всёдля клево». Приехали, чтобы покормить папочку. Да? Да. Налетай. Налетай, да? Саня, спасибо за шаштык. Не за что. Не одна обеда. Так давай попробуй, ты же его готовил. И скажи, нормально он? Вкусный? Конечно, вкусный. Так. Идеальный. Да? Сейчас попробуем, хочу узнать, что такое идеальный шашлык. Ну. Мягкий, да, вкусный. То, что надо. Класс. Друзья, и вам приятного аппетита всем. Спасибо. Приятного аппетита. Если ваш муж или ваш рыбак проезжает с рыбалки без рыбы, это значит, что он просто спал на свежем воздухе. Вы видите? Мы его просто не будем. Уже примерно два часа он спит. Ну, в принципе, да. Свежий воздух укрепляет организм. Недаром маленьких детей в колясках на свежем воздухе привозят спать. Так вот и рыбаки тоже устали и легли спать. Им хорошо. Ну, а мы с вами продолжим сейчас. Вернее, не продолжим, а доели уже шашлык. И продолжим нашу рыбалочку. Значит, я поменял оснастку, сделал ее немножко крупнее. Посал крупнее крючок. Не 12 номера, а 10. Чтобы туда больше можно было нацепить червя. Пучок такой большой сделать. Отводик сделал не 0,12, а 0,16. Посмотрим, что это даст. На берегу нашел запаренный иглорог. Запах такой уже кисловатый, видать, уже давно стоит. Взял немножко кинул нашу прикормочку. Вот. И попробую сейчас на крючок сделать. Сделать. Вот таким вот вариантом. С опарышем. Нет, друзья, на горох клевать не хочет. То есть, получается, что горошина таранье в рот не залазит. Потому что тарань мелкая. Вот. И она там дзебует, 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 дзебует. Но толку нет. Поэтому даже с опарышем она там опарыш высасывает, а не подсекается. Друзья, ну что же, вот так заканчивается наша рыбалка. Сегодня на Днестре впечатлений очень много. Яркие были поклевки тараней. Понимали одного леща. Супер, провели день очень хорошо. Поэтому и вам рекомендую вставать с диванов по воскресеньям или по субботам, когда у вас есть время. Приезжать на Днестр и получать массу удовольствия. Тарань интенсивно клевала на червя, на опарыша. То есть, как бы проблем с ней вообще нет. Леща тут поменьше. Тарань не дает ему нормально подойти к крючку, сжирает сразу все. Поэтому, если хотите ловить леща, укрупняйте насадку. Или делайте пучок червя. Но ребята, которые стояли здесь, ловили ночью. Сказали, что вот именно ночью лещ клевал. И клевал довольно-таки хорошо. Они взяли 8 штук за ночь. Я вот взял в полудиннадцатого. Ну, я приехал часов, наверное, в 9 утра. И в полудиннадцатого взял леща. А они его до 10 утра ловили. То есть, леща нужно ловить ночью. И если ловить, то у меня он поймался на пучок червя. Друзья, если видео было полезным, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Все для клева. Ну, а я прощаюсь с вами. Скоро, стичь на рыбалке. Всем удачи, все хорошо. Пока.